здравствуйте уважаемые рукодельницы в данном видео уроке мы с вами вяжем вот такие милые подставочки под горячие у меня прям целый наборчик маленьких таких презенте ков вот это мужу жене вот это их ребенку так получается очень такой милый наборчик в данном видео уроке покажу расскажу как мы будем их вязать для работы нам понадобится джут двух нитка и крючок номер три с половиной показать джут со скидкой 10 процентов можно по моему промокоду ссылку я оставлю в описании под данным роликом так обвязку я делала вот такой вот плюшевой пряжей тоже видео уроки я покажу как вязать вот такой бантик и как делать вот такую вот обвязку так что приступаем итак начинаем вязание делаем колечко делаем первую петельку смотрите как я буду делать столбик с накидом 1 то есть вот так петельку провязали провязываем вторую и одна воздушная петля вот это у меня первый искусственный столбик с накидом у меня есть отдельный видео урок как я вяжу идеальный круг столбиками с накидом и где есть три варианта закрытия ряда ссылку на данный видео урок могу оставить в описании под данным видео и так набираем столбики с накидом вместе с первым столбиком у нас должно их получится 12 данный видео урок по вязанию подставочек вот этих под горячие подойдет и для новичков то есть подставочки вяжутся очень легко попробую подробно объяснить как это делать так 456 еще вяжем 6 столбиков с накидом итак у нас получилось 12 столбиков с накидом считаем и вот этот первый искусственный столбик затягиваем наше колечко ок смотрите сейчас покажу как мы закрываем ряд вот эту петельку вытягиваем так раз два три вот четвертая наша косичка мы берем вот так вот петельку протянули петля это должна быть длинной вот такая вот длинненькая да теперь вот так крючок еще раз сюда ныряем две петельки на крючке провязали 1 воздушная петля вот это у нас имитация столбика с накидом по правилу идеального круга второй ряд мы будем в каждую косичку провязывать по два столбика с накидом и того если в первом ряду у нас было два 100 ой 12 столбиков с накидом второй ряд это у нас 24 столбика с накидом то есть под каждую косичку мы провязываем по два столбика с одним накидом обязательно в конце ряда просчитайте ваши столбики под каждую косичку по два столбика вяжем самостоятельно до конца ряда еще раз покажу как мы закрываем ряды так смотрите провязали мы второй ряд 24 столбика с накидом у нас получился до петельку вытягиваем вот эта косичка которая соединяет у нас два столбика вот наш столбик и искусственный столбик петельку вот эту вытянули протягиваем ее делаем ее немножко поменьше вот такая чтобы она у нас была да еще раз ныряем сюда вытянули провязали 1 воздушная петля далее по правилу идеального круга у нас в третьем ряду должно получиться 36 столбиков с накидом то есть мы будем чередовать два столбика с накидом под одну косичку под следующую косичку один столбик с накидом вот таким образом и чередуем то есть провязываем сначала два столбика с накидом потом один столбиком с накидом столбик с накидом вот вяжем самостоятельно до конца ряда чередуя 21 столбик так опять же еще раз покажу как закрываем ряд так смотрите провязали третий ряд обязательно считайте у меня получилось 36 столбиков с одним накидом опять будем вязать четвертый ряд четвертый ряд у нас вяжется столбиками без накидов без каких-либо прибавлений только отдельно будем формировать вот такие вот ушки так смотрите значит третий ряд как мы закрываем скрываем немножко по-другому так косичка которая соединяет у нас два столбика вытягиваем петельку джут идет позади этой косички позади вот этой петельки сюда крючок вытягиваем наш джут одна петелька by подбираем вторую петельку и провязываем так про вяжем еще одно столбик без накида вот провязали у нас два столбика без накида и сейчас формируем ушки так как я делала ушки смотрите накид одну косичку пропускаем следующую провязываем сначала три столбика с одним накидом 1 2 3 2 столбика с двумя накидами 2 накида 2 столбика все вяжем в одну петельку второй столбик и еще один раз три столбика с одним накидом 1 столбик это все в ту же петлю 2 3 так одну косичку пропускаем в следующую столбик без накида вот такое получилось ушко так один столбик без накида тут у нас есть вяжем еще четыре столбика без на до следующего ушка прибавок здесь никаких мы не делаем так провязали 1 2 3 4 5 столбиков без накида теперь проделываем то же самое то есть вяжем еще одно ушко одну косичку пропустили следующую косичку три столбика с одним накидом 1 2 3 2 столбика с одним накидом все в одну и ту же петельку так одну косичку пропускаем следующую провязываем столбик без накида вот и далее по всему периметру вяжем столбики без накида до начала нашей работы вот до начала как мы начинали вязать этот ряд просто столбики без накида вяжите самостоятельно а я в конце покажу как мы будем закрывать наш этот четвертый ряд смотрите провязала до конца четвертый ряд обрезаем наш джут смотрите берем крючок под косичку вытягиваем джут делаем вот такую вот как бы искусственную косичку продеваем крючок смотрите две петельки на крючке это перемычка и полупетля и вот так вот протягиваем наш джут чтобы у нас было идеальное завершение нашего ряда то есть мы сформировали искусственную косичку хвостики прячем саму нашу вот эту подставочку мы сейчас отпарим я отпариваю через марлю на утюге включаю режим двоечку то есть я отпариваю с двух сторон отпарили и далее покажу как можно украсить данные подставочки то есть мы с вами свяжем бантик покажу как делать усики и окантовочку готова моя подставочка под горячее в виде котика смотрите я ее отпарила обрезала хвостики вот какая она получается с двух сторон теперь я покажу как мы будем вязать вот такой вот бантик цвет возьму вот такого вот пряжу вот такого цвета возьму чтобы связать бантик чтобы лучше было видно на самом деле очень красиво смотрится именно белый бантик именно белые усики то есть это я для наглядности беру другой цвет а вы уже смотрите как вам лучше и удобней из какого цвета вы будете вязать так и крючок тоже возьму поменьше подставочку я вязала крючком номер три с половиной а здесь возьму я крючок номер три делаем вот такое небольшое колечко амигуруми так первую петельку провязали провязываем еще 3 2 3 4 чтобы у нас получилось 4 воздушные петли делаем 2 накида и провязываем 5 столбиков с двумя накидами 4 провязываем 5 столбик смотрите внутри у нас 1 2 3 4 5 столбиков с двумя накидами делаем 1 2 3 воздушные петли и соединительная петелька так сделали немножко стянули и далее снова набираем 1 2 3 воздушные петельки это мы только в начале работы набирали 4 сейчас набираем 3 2 воздушные 2 накида и снова делаем 5 столбиков с двумя накидами то есть мы формируем вторую половинку бантика 1 2 3 так тоже соединительной петелькой еще провязываем одну воздушную петлю обрезаем обрезаем оставляя небольшой хвостик смотрите вот эту ниточку вытянули до стянули наше кольцо вот такой получается бантик и теперь мы просто делаем вот такую красивую серединку здесь мы все связываем завязываем на узелочек так сделали и узелочек и потом прикрепляем к ушку вот смотрите вот так вот это делаем то есть сюда один хвостик и вот так вот за ушком вытягиваем второй хвостик все прикрепили прикрепили и завязали на узелочек все обрезали нити я не буду этого делать у меня как образец и получается вот такая подставочка смотрите можно с белым бантиком можно с таким бантиком что он тоже очень даже красиво так чтобы сделать усики смотрите у меня вот такая вот мохнатенькая пряжа я просто иголочкой вот первый второй ряд то есть серединке продевая иголочкой туда-обратно вот как смотрится с обратной стороны точно также все то есть тут я думаю что вы самостоятельно сделаете с пробелом каждого усика это два рядочка два столбика два столбика с накидом сейчас покажу как делать обвязку для обвязки взяла крючок номер три и не белую пряжу а пряжу другого цвета чтобы наглядно было видно как я это делаю так смотрите заводим крючок вытягиваем нашу ниточку делаем петельку потом вот наша ниточка крючок раз второй раз и продеваем вот сюда следующую петлю нить протягиваем 3 петли на крючке провязали это просто как вариант обвязки провязать можно обвязать можно конечно просто белая ниточка сделать просто столбики без накида но такая обвязка такой обвязкой как бы получается скажем так пышнее так смотрите еще раз крючок заводим под ниточку еще раз следующую петельку ниточку вытягиваем 3 петли на крючке и провязали все вместе получается вот эти петельки такие объемные смотрите какие объемные косички получаются красивые с одной и с другой стороны ниточку понятно это я для примера взяла такую ниточку да то есть очень красиво именно белой пряжей и пряжу брать не тонкую как здесь у меня для образца либо такую пушистую либо такого же размера либо на размер больше чтобы ощущался вот ну как бы объем вот эту обвязку я тоже делала таким узором еще раз покажу да до конца провязывать не буду так так крючок еще раз протянули все и таким образом вяжем по всему периметру я говорю я как образец показала и еще я в ушках где-нибудь вот здесь либо здесь делала по две петельки в одну косичку то же самое и в со вторым ушком чтобы у нас края не загибались вот получается такой объемный узорчик а